здравствуйте друзья у нас молодая девушка 24 года из самары решила стать тестером программного обеспечения то есть она имеет образование экономическое но вот что то такое у нее никак не было такого душевного клика резонанса такого не было и вот она стала слушать наши лекции там на русском языке я начитал три года назад и вот возник этот клик что-то такое сыграло потому что конечно тестирование это не программирование тестирование строится на здравом смысле если у человека здравый смысл есть то он восторженно воспримет это все потому что это как бы часть жизни вот все что делаешь в жизни все требует какой-то момент удостовериться что соответствует задумке да то есть вот прошло по чертежам как бы да потребуем и вот девушка смотрит на объявление о найме и там вопрос который вот мы сейчас будем значит смотреть там было написано что ищут человека который знает как строится кодов и умеет его ломать вот значит как бы находить ошибки тут целый мир целый ворох казалось бы одна фраза но тут целый ворох всего да она с мужем беседует муж программистом на пять лет старше взрослый парень но он не говорит ей не говорит я понимаю почему он ей не говорит он ее не мучает он он не может ответить на странно поставленную задачу понимаете задача чтобы ее решить надо ее сформулировать правильно теперь значит что получается во многих книжках не то что там вот эти которые объявления написали может они там не понимали что говорят во многих книжках вы прочитаете что задача тестера тестировщика как вот в россии говорят состоит в том чтобы ломать чтобы находить ошибки программном обеспечении вот это его задача но дело в том что это не так то есть я не хочу сказать что совсем не так но другая перспектива дело в том что задача специалиста по тестированию состоит в том чтобы убедиться в соответствии программного продукта требования требования могут быть нарушены а могут быть не нарушены понимаете это совершенно не обязательно что они нарушены и сказать что вот задача вот этого человека найти как можно больше нарушений это не совсем так все таки его задача состоит в основном чтобы убедиться что работает вы знаете как эти самые минеры саперы по полю ходят там до мины ищут и может быть там и не было мин может быть там было три-четыре эти не то что на каждом метре там память но было три-четыре на большом поле они их нашли поставили знак проверено мин нет вот это работа тестера вот пойти с аппаратом и сказать проверено мин нет бубух а если где была мина значит сообщить кому надо они и рванут или там вывезут за город или тут рванут это уже как бы отдельная задача поэтому сказать что задача минера найти как можно больше мин сапера это не совсем так его значит найти все мины которые там есть и убедиться что поле соответствует требованиям по разминированию например так вот когда говорят что значит человек должен знать там год или там что-то чтобы найти как можно больше ошибок и так далее это не совсем так это следствие это не это не определение и не задача это следствие задачи конечно когда ты проверяешь код на соответствие а код этот пишется в тех чудовищных условиях которых вообще сегодня разрабатывается программное обеспечение когда времени нет к нужно все делать быстро когда протестировать толком то не то что там по серьезному а даже по мелочи иной раз времени нет они вот там на сервер кинут и пусть там народ мучается и там сообщает чего они тоже починят эти поэтому вот в этих жутких условиях найдешь ну найди там что можешь но есть серьезное программное обеспечение есть такое программное обеспечение от которого зависит жизнь людей например вот есть программа которая управляет полетом там летательных аппаратов серьезные вещи и экологические катастрофы могут случиться если что-то там неправильно произойдет поэтому есть вещи где нужно да очень серьезно по требованиям как положено и все такое следующий момент вот какой когда говорят должен знать как работает этот софтвор чтобы лучше тоньше понимать тут я думаю что русский язык он как бы очень сложный для для того народа который им пользуется вот вот я бы так сказал то есть люди говорят что-то и вроде бы оно по-русски и вроде бы мы все понимаем что они хотят сказать но это не так если мы спросим этих людей как бы они ответили на свой собственный вопрос в данном случае на требования которые они написали это может оказаться такой банальностью который яйца выеденого не стоит и не стоит даже упоминания вот вот можно так конечно есть люди которые делают тестирование то что называется white box белый ящик да то есть они работают с кодом этот человек с квалификацией программиста который идет там значит по строчкам там или с дебаггером работает то есть смотрит каждая строчка как как она там исполняется или он пишет какой-то код который гоняет этот код есть очень много способов тестирования программного обеспечения со стороны программистов да то есть white box тестер он тестирует со стороны программист есть очень много тестирования сами программисты делают но это явно не та позиция поэтому я вам просто примерчик приведу ну вот например говорят поле там zip код на почтовый индекс zip код обычно вот это 5 цифрок ну вот какие требования к этому да первое требование что это 5 не 4 не 6 это это именно 5 должно быть 5 второе требование что это цифры да диджитс это не буковки это не то что называется special characters там знаки при припинания там это пунктуации там и так далее это вот из трех классов возможных значков да кариктер значит кариктерс бывает леторс бывает диджит бывает спешил кариктер значит это только диджитс и он больше ничего принимать не должен ну сколько там тестов можно из этого дела вытащить да значит соответственно можно попробовать что это там 5 убедиться что работает 6 посмотреть что он скажем не принимает больше питья сколько не печатает все равно 5 4 но должен дать сообщение об ошибке например или кнопочка которую ты нажимаешь чтобы отправить она должна быть disabled у нас называется да чтоб не работал ну и так далее ну ну хорошо это три тест кейса ты делаешь там с цифрками раз с буковкой 2 с там запятой 3 ну вот собственно все ну дальше начинает да вот нам говорят надо знать как устроено программное обеспечение чтобы все ошибки найти ну хорошо а давай тогда попробуем так вот он не принимает буковки да а давай мы пойдем там в notepad день напишем эти буковки copy а потом туда пейс и я вас уверяю что из 10 разных мест где вы попытаетесь это сделать может быть всеми восьми он таких примет после чего вы сможете нажать там кнопочку он какой там или сообщение дурацкая даст или никакого не даст что еще хуже и так далее значит нужно ли для этого знать как работает код нет что для этого нужно нужно однажды видеть как это произошло то есть наткнуться на эту ошибку или сам наткнулся или там у ребят там кто-то и смотри какая фигня раз посмотрел и вот это есть экспириенс забитого двух не битых дают чем он битый опытом битый он вот это видел это видел это видел он мог три года просидеть и не видеть ничего кроме пей чека который ему там приносит это все что его интересует а мог проработать три месяца и знать такое что даже адекватный чек может быть за пару лет не знает вообще само измерение опыта работы в годах это абсолютно но я я не знаю но уже дурнее ничего придумать нельзя потому что опыт работы это опыт того количества задач разнообразных которые ты решал вот и все то есть можно за год решить 10 разных задач а можно за три года решить одну или даже не решить ее тоже я встречал людей которых там по 5 по 7 лет опыта в резюме и без дураков по 5 по 7 то есть не то что нарисованы и они не могут ничего ну то есть вообще ничего я не знаю там за что их держали на работе может быть так для объема бывает нужно чтоб начальнику должность повыше было там я не знаю честно но такие тоже есть так вот мысль о том что нужно знать как работает программное обеспечение чтобы лучше находить ошибки при том что ты не работаешь с самим кодом исходным а работаешь значит с чем вот так чисто внешне там black бокс в текст филд что-то написал там я не знаю да не нужно ничего такого знать не нужно знать как работает код есть есть тестирование так называемого серого ящика gray box gray box это когда ты не как пользователь работаешь и не как программист а вот где-то там между ними то есть ты знаешь больше чем нормальный пользователь может знать когда тестирует но при этом ты не касаешься самого кода например вот я не знаю вот вы сейчас зайдете на сайт там какие вы любите пользоваться amazon.com и напишите там что-нибудь но я не знаю что софтвор тестинг там в разделе книжки напишите софтвор тестинг а сначала выберите что-то книжки нажмите кнопочку вперед и он вам выдаст какой-то список там чего-то того что будет найдено и это то что нормальный человек видит и знает когда он работает с этим материалом но когда вы тестируете вы можете например знать что там где-то вот там глубоко далеко на интернете значит есть некий веб-сервер и вот на этом веб-сервере лежит куча файлов вот когда пишите amazon.com с этого веб-сервера к вам значит будет подгрузилась там в кешь вашего компьютера вы можете этого не знаю но если вы знаете то это хорошо то есть чем больше вы знаете тем интереснее вы можете тестировать дальше получается когда вы написали что-то нажали текст пошел а там дальше есть application сервер и этот application сервер должен сообразить что вы делали поиск соответственно он из него сделает такой стандартный запрос такой квири сделает сиквел стейтмент и отправит его туда в сторону дэйтэбэйс сервер а дэйтэбэйс сервер я не хочу вас пугать граждане честное слово такое еще компьютер там на нем база данных он оттуда возвращает и тогда этот несчастный application сервер должен сообразить да как это все прям преобразовать результаты поиска в какой-то такой код веб-странички которая при этом не веб-страничка а типа спонтом веб-страничка потому что она уйдет сейчас на ваш компьютер в кешь и вашего компьютера там засядет и вы будете на нее смотреть и вот вы будете видеть что там происходит и вот тут начинается грейбокс тестинг то есть если вы знаете вот вот эту маленькую хохмочку которая вам сейчас рассказал в народе называется 3-ти рапликейс архитектура и вот значит вы уже можете использовать пару тулов инструментов которые позволяют например вам влезть между браузером вашим и веб-сервером и смотреть вот эти http request и http response и далее надо знать http протокол это правда но это не бог весь что там надо знать вот есть там какие-то инструменты которые позволяют вам посмотреть вот когда все эти сервера которые мы упомянули там что-то происходит они пишут лог файл такой журнал протокол такой пишут что произошло вот он просят пропустить мы отойдем да так вот надо встать положено встать когда пожарник так вот они пишут какой-то лог файл лог файл бывает что нужно проанализировать для этого есть как какой-то инструментарий начиная от того что вы просто напишет то пару строчек наперли там нашели бывает как это более под такой инструмент специализированный надо пойти в базу данных посмотреть какой там рекорд сформировался значит есть инструменты которые позволяют вместо того чтобы писать там сиквел стейтменты вытаскивать из базы просто можно зайти посмотреть вот тебе уже grey box тестинг вот ты уже понимаешь немножко как бы структуру архитектуру формат данных там может быть там про базу данных что-то знаешь как там это все происходит там формы таблицы и так далее и я вас уверяю это не требует особо никаких знаний это это абсолютно копеечный материал ну то есть я даже не о чем говорить для элементарно адекватного человека там вообще не о чем говорить если только не испугаться заранее до конца своей жизни то там за месяц-два можно виртуозом быть это все и вот это да вот это то тестирование может быть которые они имели в виду не называя его grey box тестированием это я даже не знаю то есть я хочу сказать значит когда чек начинающий он всего пугается вот там кто-то чего-то написал до сам не понимает что написал если бы он понимал чего написал разве по у вас возникла проблема в понимании давайте что хочу сказать еще раз вот я это очень серьезную вещь я сейчас сказал если человек адекватно мыслит соображает он должен адекватно излагать свои мысли если вы не понимаете что он сказал и что он хотел и так далее это у него проблемы не у вас у вас все нормально вы пытаетесь понять вы ходите спрашиваете людей они что-то такое говорят это норма это сплошь и рядом это всюду вы должны на себя взять вот ты берешь на себя ты вступаешь жизнь и ты берешь на себя все что не было сказано четко прописано четко определено четко вот ты должен взять и определить и прописать ну неплохо спросить когда возможно здесь спасите скажите вот вот это вот я вас правильно понимаю что вот вы имели ввиду вот это или может быть еще что-то вообще когда вы работаете в технической области в тестировании особенно не только в тестировании где угодно очень важно задавать правильные вопросы то есть если ты задание понял молодец если ты не очень понял значит переспроси если ты понял и не уверен значит переспроси но по-любому даже если вы думаете что вы все поняли это очень неплохо получить подтверждение вот того с кем вы работаете да вот такими словами ведь вот я давай так я тебе расскажу как я тебя понял а ты скажи правильно или нет вот собственно я бы так посоветовал значит девушки из города самары по моему я я я очень извиняюсь если город не тут по памяти все так на ходу прочитал перед выходом девушки из города самары успехов вот чтоб работала хорошо удовольствие от жизни получала и мужа радовала успехами ну и не только всем продавал счастливым